Девушки отдыхают 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 Добрый вечер У нас такой сегодня дружеский вечер И, знаешь, я тебя смотрю и помню, как на одном из рождественских концертов в Московском художественном театре Женя выступала, на ней было одето роскошное платье И была такая леса, с которой Женя не знала, что делать Она так мучилась с этой лесой Мне было жалко и Женю, и лесу одновременно Вот сегодня Женя гораздо более естественно выглядит Очень органично, вот такая, какая она есть Женя Доброгорская Знаете, я вам хочу сказать Я так понимаю, что это огромное счастье для актрисы Встречать свой день рождения в работе Сейчас Женя рекомендирует в новой постановке «Чайки», которую ставит Оскар Ашуновас в художественном театре И Женя играет роль Полины Андреевны Все на тебя поздравляются Ты на самом деле, я думаю, многие из вас это знают Рекомен по тем ролям, которые Женя сыграла в «Чайке» Потому что теперь уже в полный конкрет Ты была Нина Лизаричной, ты была Машей, ты была Аркадиной А теперь Полина Андреевна Просто книга рекордов Гиннеса Я думаю, ты единственная такая И ты в этом смысле знаешь все переливы чековской драматургии, чековской чайки Но начинала ты Ниной Заричной Это была первая твоя роль в художественном театре Да Пришла совсем юная Ну, уже были определенные этапы жизни, о которых мы позже поговорим Но ты сыграла Нину Заричную До тебя Ниной были и Анастасия Александровна Вертинская И другие актрисы Ну, вот тон создавала Вертинская Такая фактурная Абсолютно, как сказать, такая вот яркая женщина Яркая актриса Ты тоже фактурная, ты тоже яркая Но совсем-совсем другая Тебе не страшно было играть эту роль? Страшно А что мне страшно? Все, так страшно Страшно было выходить на сцену с летними артистами Семеновский, Семенев, Валрова Галякин, Мехов, Давыдов Владимир Семенович Невинный, Вячеслав Михайлович Это, конечно, было невероятно Ну, что я там играла в Нину Заричную Как сказал мой бедолог Он сказал, ну, сначала бежала-бежала А потом уже в конце уже что-то сыграла Улья, конечно, не сыграла Улья, когда была кремьера И бежала-бежала, я сыграла А вот всю трагедию Дальше, проживную жизнь Она прошла перед меня Ну, потом уже с годами, конечно, это все нормально Потому что, по-моему, мастер-прощасти Спектакли идут десятилетие Да, это спектакль 80-го года Мы начинаем играть в эстакле в 91-м году То есть уже был спектакль со стажем Спектакля Игоря Николаевича Да, и на самом деле мне повезло Потому что уже выросли артисты Лена Майорова уже была Я не помню, что Лена Майорова Она уже была высокая Такая роль возраст тоже был Немножечко уже совсем не крепли Вот, и пригласили на самом деле Лена Майорова играть требовала А артисты, потому что театры Все высоки и очень А очень маленькие И я вот так желаю И я думаю много разговоров В то время было в художественном театре Что не только Миша Ефремов пришел В художественном театре И еще привел с собой жену Будь она неладна Или было все наоборот И все с распросядными объятиями тебя были Ну, это не главное Да? Да это чувствовало? Ну, а как? Ну, как? Ну, как? С зрением каким-то Красивым? Не знаю, я сходилась и молча Вот так, да? Ну, да Ну, а понятно, непонятно было Вернее, что ты можешь дальше И кому передрансировать В этом теме Не знаю Я тогда об этом не думала Но это говорит только о том, Что коллектив был очень сослоченный Дружный И все Друж... Потом я вот так же Дружный велась Коллектив Замечательный Я просто помню И Сергеевну Савюну, про которую я тоже играла Как раз играла Полина Андреевна И когда я лежала в Москве Я делала Атапаээта Атапаээта Это просто сон Я в следующий пикнаград Я уже лежала вот так Вот как-то Чтобы То бы я и Сергеевна ничего не сказала В общем, артисты Матали Настолько умели разговаривать Внутри спектакля То есть В третьих слышите А Я слышу все остальное И И все время Угналась У меня все написано На лице Что там В том, что Сказала Вот Давай Я пошла Давай Это хороший опыт Я думаю, Жень Это замечательно Я вообще В моей жизни Я получила Самый большой опыт От женщин От актрис И это невероятно И Как бы что Я их получила Прекрасное И Я не начинала Не такой Как они Может быть С одной стороны С другой стороны Они все равно Великие Каждая Прожила Такую жизнь В общем Они Поделились Тоже В моих глазах И Очень Невероятно Любые Благодарные Да Что это назначить Тоже Что это назначить Тоже Например Замечание Было такое Он на меня смотрел Смотрел Что Меня вызвали На репетицию Я сижу Он смотрел Смотрел И потом сказал Не играй с Мишей И все Репетиция закончилась И я потом Ушла Час Как это Не играй с Мишей Не играй с Мишей И что Ну Потом я придумала Подумала Додумала Сделала Вот Вы думаете Чтобы Были здесь Здесь Не будем Обсуждать Но Самая Моя любимая В этом спектакле Это Маша Конечно А почему Конечно Потому что Мне всегда казалось Что Маша Незыгранная Роль И И она Как раз Вот этот воздух Московских улиц Мне казалось Что я Туда принесла И сделала Много смешного Маши Не трагического Страдающего А смешного И мне казалось Что Олег Николаевич был бы доволен Ну не случайно Олег Николаевич Называл тебя Клоунессой А это Мне кажется Высшее для актрисы Определение По большому счету Не то Что он называл меня Клоунессой Он считался Ну Наверное Это просто было Так Мы играли Бориса Водунова Вот И Олег Николаевич Единное замечание Завтра сказал Что Вы смотрите Надо же найти его Смотрите Добровольская играет В Алину В ней же У нее смеются Вот Я говорю Как Что Я говорю Как Олег Николаевич Я же дегматический артист Он так Ты 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 Слышал Это шикарный вертелик После Маши еще была Аркадина И это вообще невероятно Потому что ты, наверное, единственная актриса Но я таких случаев не знаю Когда ты сегодня играла Машу В следующий спектакль ты играла Аркадину Потом опять Маша Потом Аркадина Это просто Такой какой-то уникальный Счастливый случай Ты вытянул материальный бюллет, Евгения Покровольская, вы нашли чай. Наверное, это было производственное неофобие. Да? Да. Сыграть Аркадию? Просто спектакль оболаживался. Ирина Викторовна Миршниченко, любимая артистка, она играла в Аркадию, и тогда я играла в Машу. А когда был у нас другой состав, то я играла уже в Аркадию. Это шикарный экспириенс, да, вообще в жизни? Аркадия, ты себя ощущала, Женя? Вот скажи, как на духу. Ну, скажем так, там была лиса, с которой я себя не очень ощущаю. Просто там костюмы, левентары, шляпы. Вот это в этом я не очень. Вот. Давайте. Я просто вспомнила, у меня был другой опыт в кино, когда меня продюсер назвал Крокодин. Ага. И это в тот момент, когда я играла в Каролеву Магу. И сказал, вот. Ты же клон эсса. Ну, ты можешь все абсолютно слышать. Это все вот эти вот определения, они, по-моему, для тебя с одноком плюс. Давайте мы сейчас посмотрим два фрагмента, они прямо идут один за другим, из спектакля «Чак», где Евгения Вибровойская «Маша» и буквально тут же перевоплощается в Аркадию. Пишите мне ваши мышцы. Мне примерно с авто, так помню. Только я не пишите, но мы уважаем меня, а так просто. В бою. Рассквали помощь. Ну, неизвестно, для чего живущие на этой спектакле. Прощаются. Ту-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Эта вот любимая диверская спектакля. Жанная, тихая, никто, ничего не делал. Все руководят. Вот на марш. Когда ты клянила марш, Женя смотрела очень заинтересованно. Когда появилась Аркадина, ты отвернулась. Ну что ж, пойдем дальше. Жень, вернее, не дальше, а как раз наоборот. Вот ты пришла в художественный театр в 1991 году. Насколько для тебя лично приход в художественный театр был логичным, закономерным? Тоже была случайность. Мы, по-моему, все выйдем в лотерейный билет, потому что я в этот момент была в театре «Современник-2». Который благополучно закрылся, да? Мы были на гастроли с «Современник-2», и нас благополучно закрыли, мы узнали об этом с газет. Ну, то есть даже не мы, потому что нас газеты в то время не интересовали, мы были на гастроли. Алла Борисовна Покровская позвонила, а Миша и сказала, «Миша, у вас закрыли». Вот. Мы не знаем, что делать. У нас 13 человек. Мы такая большая рабочая студия. И Олег Николаевич всех вас взял в художественный театр. И потом звонил Олег Николаевич и сказал, «Не переживайте, ребята, все ко мне». А представляете, как были счастливы все остальные актеры, молодые актеры художественного театра, что пришли еще 13 человек, и в том числе Михаил Олегович Ефремов со своей супругой Евгенией Владимировной Добровольской. «С праздники и херверки». Жень, на самом деле, если говорить серьезно, то, конечно, ты колоссальный опыт был работы с Олегом Николаевичем. И вот у вас был спектакль «Каббала Святош», Олег Николаевич играл Мольера, ты играла Арманду, Арманду ты играла, да, Бежа. И Ефремов там, Мольер говорил такие слова, «Я тебя создам». И вот во многом, конечно, тебя как актрису, театральную актрису, безусловно, создал Ефремов, потому что такие роли сыграла под его чутким руководством. «Горе от ума», опять же, вот диапазон, ты играла тоже, сегодня ты играла Софью Палку, завтра играла Лисенко, тоже я таких случаев не припомню. Ты играла Марину Мнише, ты играла та же Арманду Бежа в паре с Олегом Николаевичем и Ефремовым. Я еще играла Констанцию, по моделу Олегу Палку. С Олегом Палку. Лет 18 мы с ним играли, это очень долго. Ну, слушай, ты так юно выглядишь, что ты могла еще 20 лет играть на самом деле. Ну, вот это и есть, конечно, опыт, и опыт говорить все, что угодно, и за глаза, и за плечами, но ты выходишь на сцену, и ты показываешь, что ты можешь и на что ты способна. Вот скажи, Жень, Олег Николаевич, я уже понял, он тебя так бросил фразу, что не играй с Мишей, а были какие-то, и как часто были какие-то ценные советы, которые, в принципе, тебе, как актрисе, помогали в жизни от Олега Николаевича? Ну, надо сказать про Олега Николаевича, который работал с труппой. То есть это были все его друзья, это были все его артисты, все его единомышленники, с которыми они понимали друг друга с полуслова. Даже вот, ну, как бы там, с кивка. Он мог только сказать, ну, это вот, понимаешь, как Франция и Албания. А они говорят, а, да, и все, и шли играть. Вот у него очень сложно было понять, что он говорит. И самое смешное, до него ходил все время человек, который записывал, что он говорит. И я все время хотела посмотреть в эту книжку, что же она пишет, он же практически ничего не говорит. Ну, то есть вот такого. Потому что актер может подсказывал то, что нужно в данный момент этому актеру. То есть там не было таких больших объяснений, потому что они знали друг друга. Но при этом у нас были лекции, все время приходили какие-то специальные люди, которые нам рассказывали про Грибоведова и про Кушкина. Ну, все настолько были вовлечены в Олега Николаевича, что это не понять, что он хочет было сложно. Ну, хорошо. А все-таки вот какая роль самая дорогая для тебя была в орбите Олега Ефремова? Угу. Все. Все, да? Угу. Все. Прекрасно. Да. Но ты же общалась с Ефремовым не только в театре, не только во время репетиции, но, наверное, и другие у вас были доверительные общения, родственные. Все-таки родственные связи были? В основном в театре, конечно, потому что Олег Николаевич, он жил в театре, жил театром, и это был его дом, и он... То есть Николай Николаевич, что другое, его не интересовало вообще. То есть даже когда он взял на отдых, там, на дачу, он все время там... Мы сидели и разбирались с ним, три сестры, он там читал, что-то свои мысли какие-то, говорил. То есть он все время... Он жил театром. Невозможно. И слушать его было, конечно, совершенно увлекательно. И он очень много читал. Очень много читал. То есть особенно последние годы его жизни это просто были книги, книги, книги. И я тоже, если за ним тоже, значит, что он прочту, я прочту. Ну, с ним можно было только тянуться. В бутылку никакой. И он спросил, «Вы знаете, сколько стоит билет на троллейбус?» Я говорю, ну... А что такое троллейбус? Спросили Григо. Ну, а тогда стоило 4 копейки. Он говорит, ну, копеек... Пусть. Не знаю. Ну, то есть его это мало волновало. И, в общем, я тоже старалась не докучать его никакими проблемами со своим. Потому что все было хорошо. Это было абсолютно счастливое время. Все было хорошо. И ты играла... Да. Ты играла и спектакль, и спектакль вообще. То есть почти каждый день, наверное, выходила на сцену. Наверное, я не помню. Да? Да. Ну, как-то это было не тяжело. Ну, ой, здорово, весело, наверное. Вроде. Вроде такие спектакли. Да. Супер. Заяц. Да. Это точно. Жень, а сейчас, знаешь, мне хочется немножко вернуться, отмотать ленту назад и вернуться в начало твоего богатого, творческого и не только творческого пути. Супер. 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 Ты, москвичка, для тебя не было никаких потрясений в завоевании этого города, как у многих других. Да. Супер. Ну, понятно. Ты такая абсолютно, насколько я понимаю, была самостоятельная, решительная. Сама захотела пойти в один кружок, пошла в этот кружок, сыграла в детстве бременским музыкальным принцессу, да? Нет. А кем ты еще могла быть? Это в школе была? Нет. Это было… Да, я пошла в первый класс. В первый класс. И уже принцесса. Конечно. Потом была танцевальная студия. Нет. А потом, потом вот то, что тебя, наверное, как я понимаю, и сформировало в какой-то мере как будущую актрису, это театр-студия Вячеслава Списевцева. Театр-студия на Красной Пресне. На Красной Пресне, да. Где ты… сколько? Двенадцати или четырнадцать лет когда ты попала? Нет. Двенадцати до четырнадцати. Двенадцати до четырнадцати. И ты сыграла сразу Джульетту? Не сразу. Не сразу? Нет. Мы снова учились. Ага. Но все равно. Это второй, который тоже не каждая актриса там, да? В четырнадцать лет. Вы же там были и великорами, и вообще много чего делали. Много. Да, много. Мы учились в этом театре, я научилась делать по племашине, мы были осветителями, мы были уборщиками, мы делали сами реквизит, мы сами были строителями. В общем, много чего мы делали сами. И там, конечно, вот этот студийный дух, он совершенно невероятный. И я до сих пор люблю этот театр, и… Он же не на красной пресне, а где-то на основном. Там именно… Нет, это не тот театр. Я люблю… Ну, это Списитцев обвозит. Ну, это Списитцев обвозит. А там вот осталось это здание, а теперь это театр «Опола», дом Зменицлавского, театр под руководством «Погребничков», в котором остались все артисты, все студийцы, которые были тогда. Уже, конечно, в возрасте. Потом замечательный артист, с которым я познакомилась, это Александр Феклистов, который тоже вышел из этой студии, с которым мы много занимались, работали. Но постарше тебя все-таки он уже метр, наверное, был, да? Нет, там не было метров, там были метры. Это студия, это совершенно другой пост, это другое ощущение. Творчество, когда все занимаются одним единым делом. Все счастливы. На самом деле это потрясающе, это действительно, наверное, счастье, когда ты вот в таком вот юном возрасте четко понимаешь, чего ты в жизни хочешь, какой будет твоя дорога, куда ты пойдешь. Ты же понимал, я хочу быть актрисой, и все. При том, что родители твои абсолютно далеки от этой области. Мама в министерстве работала в физической промышленности. Папа тоже на производстве работал. Начальник, маленький начальник. Да. Они понимали вообще увлечение дочери, или это для них было такой китайской громадой? Нет, они не понимали, наверное. Ну, они просто были очень заняты все время. Все время они начальник работали. И работали. Вот. И когда я сказала, что я не буду театрально выступать, папа, он такой, чтобы сидел, и я такой, ну, ничего, у нас есть кружок в ДК. Закончится, ну, ничего себе не получится, пойдешь туда. После окончания театра. Руководить. Пойдешь туда руководить. Хочешь, чтобы папу не руководить. Конечно, не руководить. Это вообще невероятно. Но они были очень рады, когда я закончила институт, когда начались первые спектакли, когда я попала в АМХАТ. Ну да, но до того, как ты закончила институт, до того, как ты попала в АМХАТ, ты категорически не поступила в институт, ты в ГИДИС поступала, да? Не категорически, это по глупости. А по какому это не по глупости? Ну, так, московское подворение. Да? Да. И как это сыграло свою злую роль или свое злое шеи? Это выступление в театральном сфере? Нет, это не злое шеи сыграло. Знаешь, наоборот, я это много научила, я помню, что до сих пор иногда учили до конца, несмотря на то, что тебе три строчки спрашивают, Басню тоже надо учить до конца. А ты тут просто расставься несколько строчек? Ну конечно, да. Потому что ты прокоришь всех, да? Учить ты не им, понимаешь? Они же обычно, как мы спрашиваем, там три строчки, а дальше уже все. А тут и три строчки. Я думаю, ой, я ж не помню. Вот. Без каких-то девочек ты не готова. Я тебе готовься, да? Вот. У меня Бог был приготовиться, но этот год я тоже как-то провела. В общем, не готовилась, конечно. Ну да, но ты же еще выступала в Питер, ездила. К Игорю Владимиру. К Игорю Владимирову. Да, да. В Гитлер. И, насколько я знаю, Владимиров тебе сказал, я тебя не приму. Кстати, непонятно почему. Потому что я тебе приму и еще в Москву. Да. На следующий год я тебя приму, если тебя нигде не возьму. Я маленькая, но очень просто. А как же ты маленькая? Если ты прошла школу с песицы, в школу уже театральная, в чем ты была маленькая женщина, скажи? Состоятельная девочка, все в жизни понимала. У меня просто в детстве была такая научность, как будто мне не восемнадцать, семнадцать, а тринадцать и четырнадцать. Ну психология-то была более взрослого человека. Я тоже не знаю. То есть одно с другим не состыковалось. Да. У нас был огромный человек Владимиров, понимающий. Маленькая девочка. Зато все равно, видишь, зацепил тебя. Зацепил ты Владимирова. Говорит, ты не поступишь в Москве, приезжай на второй курсе для вас. В школу-студию МХ, насколько я понимаю, ты и не поступала. Почему? Потому что, я знаю почему, но скажи это самому. Это очень интересно. Вот услышь это из байки. У меня не было платье. Это хороший аргумент. Просто раньше в театральные институты был определенный дресс-ход. В Амплапе было приходить в юбке, в кофте и в картуках. Это было в общем правильно. А ГИТИС был институт демократический. А нельзя было ради такого серьезного дела, как выступление в театральный институт, ну, хотя бы один раз в жизни одеть? Понимаешь, я подумала, что вот я один раз поступлю, а дальше что буду делать? Он все время подружит в платье по России. Ну, сложно это дело. Поэтому... Железная логика. Я сейчас хочу пригласить на эту сцену ректора школы-студии МХ, заслуженного актера России, заслуженного актера России, Игоря Яковлевича Золотомицкого. И актера актера России, заслуженного актера России, Алина Актера России. Мама дорогая. Бабик сидит. Бабик сидит. Бабик сидит. Горик. Мы сейчас с Валерочкой выпьем, тебе выпивать нельзя. Баби цветы, мужикам водка. Валер возьми, пожалуйста. Я послушал там, о чем вы с Валентом говорили, да? Сегодня в тренде, вообще-то, Женьке бы дать, конечно, Тригоева сыграть. А что, Дашке Мороз, можно играть на зимбахо? А почему? Потом у нее такой опыт общения с мужиками, что она их может, как говорится... А Мишка мог бы сыграть Аркадину. И это было бы, конечно, бомба вообще. Это была бы бомба. Я вот так слушаю, Жень такая, так хорошо говорит, ласково говорит. Она вообще ласковая. Девчонка. У меня самая любимая фраза, когда репетируем с партнершей. Надо так останавливать и говорить режиссеру. А вот здесь вот, допустим, Валера партнерша, а я Женя. Простите, пожалуйста, она вот так будет играть? Да нет, пожалуйста. Ты партнерша, да? А что стеснякся-то? Конечно. Школа такая. Доронинский театр. Ну почему ты? Женюш, ну конечно же, ты понимаешь, что все-таки это, ну, в какой степени творческий вечер, но и юбилей такой, отличницы, пятерочки. Поэтому мы с Валериком приготовили тост, чтобы у нас видно было вот так вот и тебе, и зрителям. Зрителям не обязательно. Они вас услышат. И потом мы, конечно, выпьем, потом еще споем, понимаешь? Так, друзья, пожалуйста, поаплодируйте нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Валерик, давай вот так, видно же, всем, да, всем. Давай, Валерик. Так, поехали. Давай. Мы хотели тост сказать про актрису и про мать. Говорю по доброй воле, добровольно так сказать. Если честно, так по мне, мало баб таких в стране. Ум, талант, детей поражает, эти качества в цене. Репетирует легко, посылает далеко. И с друзьями юбилеи отмечает широко. В общем, Женя, баба. Во! И достаточно всего. Тот, кто выжил после Миши, не боится ничего. АПЛОДИСМЕНТЫ Что желать тебе хочу? Будь подобная лучу. Яркой, взволнушной, пьянящей, словно рюмка первачу. Или, может, первача. Будь, как сальса, горяча. И уверена, как танго. И легка, как ча-ча-ча. Водка, как слеза чиста. Мысль понятна и проста. Выпьем, Женя, с днем рождения. И дай Бог тебе доста. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а теперь правду про Женю послушайте наше музыкальное приветствие. Юлиан, заводи. АПЛОДИСМЕНТЫ На настроение, на вас плохие в тот же час. АПЛОДИСМЕНТЫ А если получилось, уроль у вас всегда будет. Если показалось, что мы были звезда. Вы спросите, Женя, скажет правду. Он же так касался вам и будь, и когда. И улыбка, и улыбка, и улыбка, и улыбка. АПЛОДИСМЕНТЫ И все звездые ощущения у вас покинул тот же час. АПЛОДИСМЕНТЫ С вами жду и жутку, если потерять, например, деньги и моргой, Жень и Толобольский, то болтай и в руку, И поймешь, а лучшее отверстие никакой. И остатки, и от улыбки в них исчезнут без цвета. Суицидное настроение с вами будет навсегда. Суицидное настроение с вами будет навсегда. Если вы веселые выбрались, не споем, И не хотите снова эту жизнь начать. В театр не хотите, посидите дома, В театре можно жену и народам подвстречать. И от жени за три слова Вы отхватите людей. И вернуться в вашу полу Вам захочется скорбеть. На самом деле, все это не так, конечно. Добрейший человек. Я ее на сцене что-то только с ней не делал, Я ее тут шил. Мы любили друг друга, были мужем, Уже новой полярой. Можно я хорошие слова скажу? Давай. Пожалуйста, Жиль. Вот у меня срочно ввели в один спектакль. У Ладиков, прости, у Ладиков. Прости, можно я сказать? Давай. Меня ввели срочно в спектакль, Потому что один артист выбыл. Роль большая. Никто не пришел помогать. Ни один артист на большую сцену. Единственный человек, который был все репетиции со мной. Который просто в театре был, вышел и помог тебе. Нет. Единственный, кто был на сцене, говорил, Нет, не так. Вот это. Нет, не так. Вот это. Крементировал. А я был первый год в театре. Да. 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 Что же не выглядело потом? Слушайте, значит, проси, Ванюша, значит, Я слышал, что вы говорили, Женя, вычелось, дети. И, конечно, ревность меня берет, Жень. Но мы же все поступали везде. Почему не МХА? Я понимаю, что Левертов был у тебя, великий Левертов. Почему не МХА? Скажи мне, Женька. Ты поступала в МХА? Нет. Или тебя не приняли? Ну, давай сейчас поступим. Малочка. Я сейчас, я, что, я что-то не вру, я ректор. Пожалуйста, как обоихся? Давайте я, святым я, спасибо вам огромное сразу. Валяна, куда мне деться? Я думала, что это шутка. Нет, не шутка. Ну, давай прочти, что ты читал. Почему? Почему? Пожалуйста, Евгения Владимировна. Зачем мне? Микрофон сейчас уберу. Пожалуйста. С чего вы начнете? С басни, стихотворения? Пожалуйста. Спасибо. Я думала, что мне как-то в шутку это все... Какой в шутку сейчас? В шутку. Первый тур пока. Давай, пожалуйста, поехали. Я читала Чехова. Ой, я читал Чехова. После театра. Я Хамелеон, но это другое совсем. Пожалуйста, Евгения Владимировна, с Чехова начнете, да? Да. Пожалуйста. Но вы не остановите меня? Я вас остановлю, буквально два-три слова я вас остановлю. Нет, 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 давайте, читайте. Не заковаривайте комиссии зубов. Кстати, такая комиссия. Знаете, я, конечно, да, да, но не на столе, как поэтому я буду немножко подрядывать. Жень, время идет у нас, люди торопятся на банке. Ой, ну, в смысле, я говорю. Надя Зеленина, вернувшись с мамой после театра, где давали Евгения Негина, придя к себе в комнату, быстро сбросила платье, распустила косу и, оставшись в одной юбке и белой кофточке, села к столу, чтобы написать такое же письмо, как Татьяна. Я люблю вас, написала она, но вы меня не любите, не любите. Написала и засмеялась. Ей было только 16 лет, и она еще никого не любила. Но она знала, что в нее влюблены офицер Борный и студент Груздин. Но теперь, после оперы, ей так хотелось сомневаться в их любви. Ведь быть несчастной и нелюбимой, как это поэтично. А Негин интересен тем, потому что он совсем не любит. А Татьяна очаровательна, потому что она очень любит. А вот если бы они любили друг друга и были счастливы, то, пожалуй, казались бы скучны. Перестаньте же уверять меня, что вы меня любите, продолжала она писать, думая об офицере Горного. Поверить вам я не могу. Вы умны, образованы, у вас есть талант, и вас ожидает прекрасная будущность. Я же ничтожная, несчастная девушка. И вы это отлично знаете, что в вашей жизни я буду только помех. Правда, вы увлеклись с ним. Вы думали, что наш фильм, вам не ваш идеал. Но это была ошибка. И теперь вы понимаете это и в отчаянии спрашиваете себя, зачем я встретил эту девушку. И только ваша доброта мешает вам признаться вы. Мне тяжело оставить маму и брату, а то бы я надела монашескую рясу и ушла, куда глаза глядят. А вы стали бы свободны и полюбили другую. Ах, если б я умерла. Надя заплакала. Писать было невозможно. На полу, на столе, на потолке везде стояли маленькие радуги, как будто Надя смотрела через призму. Писать было невозможно. Она откинулась на спинку стула и стала думать. Боже, как удивительный и обаятельный мужчина. Надя вспомнила, как офицер горный признавался ей в любви симфоническом собрании. И потом внизу, около вешалок, когда со всех сторон был сквозной ветер. Я очень рада, что вы познакомились наконец со студентом Груздилом. Он очень милый, и вы, наверное, его полюбите. Продолжала она писать. Он был у нас вчера и просидел часов до двух. Мы все были очарованы. И я жалела, что вас не было с нами. И тут она вспомнила, что студент Груздил тоже любит ее. Значит, он имеет такое же право на письмо, как и горный. А что в самом деле? Не написать еще и Груздил, подумала она. И тут без всякой причины в ее груди шевелилась радость. Сначала радость была маленькая, как резиновый мячик. И каталась так взад и вперед. Потом она стала больше, шире. И вырвалась снаружи. Она хлыла. Мысли ее путались. А радость все росла и росла. Она стала думать о студенте, о своей любви, о его любви. Но так случилось, что в голове мысли расплывались. И она уже думала обо всем. О маме, об улице, о карандаше, о рояле. И думала она, что все хорошо, мы просто великолепно. А радость ей говорила, что нет, это еще не все. Что будет еще лучше. Скоро весна, лето. Она поедет с мамой в горбике. В отпуск приедет офицер горный. Будет гулять с ней по саду и ухаживать за ней. А потом приедет грузник, и они будут играть в кегли и к ракет. И он будет рассказывать замечательные и удивительные вещи. Ей страстно захотелось чистого сада, темноты, звезд. Ее плечи опять задрожали от смеха. И в комнате запахло полынь, и ей показалось, что в окно ударила ветка. Она пошла на свою кровать, села, и не зная, что делать с этой огромной радостью, которая томила ее, глядела на образ, висевший на спинке кровати, и повторяла, «Господи! Господи! Господи! Господи!» Никогда я сейчас так долго от эту риенку не слышу. Не то, что я бы тебя принял, я бы тебе сразу инородную дал. Дорогая моя, я тебя очень люблю, ты знаешь. Люблю твою вредность, люблю твой характер, люблю всех твоих детей, всех твоих мужей. Будьте счастливы. Женщик, ну это, видишь, такая вот несостоявшаяся мечта, не мечта, а может и не мечтала, а что ли студентка, а сколько ты честно понимала, дресс-форт не мою, учиться не буду. Дальше был Гитис через год, но до Гитиса был в фильме, о котором я вначале говорил, который у меня сильнейший призыв чтения. Это «Клетка для гонорей», где ты играла главную роль, и пришла просто, вот действительно, в прямом смысле слова, «С улицы», «Намасфиль», «Чухрай» тебя утвердил, как говорил сам Чухрай, это произошло в последний день, как часто и бывает, да, в опробах, когда он нашел свою актрису, вот действительно, девочку с улиц. И фильм, где ты играла абсолютно, ну, можно сказать, на рамках с Алисой, была намной Фрейнли, гениальной актрисой, и настолько смело, настолько открыто ты с ней существовала в кадре, хотя я не знаю, может быть, внутри был хоть невероятный зажим или не было? Было, ну, она потрясала меня тогда, потрясала, конечно, и вообще все время потрясающе, мучительно, артистка. Дело в том, что у нас сложная, там, драматическая сцена. Психологическая сцена. Да, и при этом Алиса Громовна, она там что-то говорилась, что-то как-то это, и потом по команде «Мотор» она, ну, переключилась моментом, и для меня это было просто удивительно, ну, потому что я еще не была, даже не выступила, ну, в «Инсту», то есть я не знала, я никогда не снималась в кино, это было первое. И в команде «Мотор» раз, и она стала другой, и у нее потекли слезы, и она, вот, вернее, полнословала. Это твоя мама играла в роли? Да, это моя мама. Причем, это мама, с которой у дочи очень непростые, очень непростые отношения. Это моя первая киномама. Первая твоя киномама, какая мама? Ну, ты, я повторю, была очень достойна в кадре с Алисой Бруновной, и роль, практически весь фильм на экране, это, ну, такая камерная история, и твой партнер, великолепный, Слава Баранов, который впоследствии, мы так с ним заигрались в этом фильме, что потом поженились, и у вас родился чудесный сын Яна, чем он может. Нет, Степан. Ой, господи, Степан, я знаю, да, 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 я знаю, конечно, Степан. Просто я с Яном сегодня уже общался, конечно, да, Степан, мы позже про это поговорим, И дальше был ГИКИС, как тебя, к счастью, приняли на курс в мастерскую Милы Ивановны Косанкиной, которая тебя обожала как студенту, насколько я знаю. Она говорила, что ты будешь великой актрисой. Нет. Нет. Прям даже не знаю, что я могу сказать, где ты это взял. Нет, нет. Людмила Ивановна была счастлива, когда ты заберегнила Степана. Она сказала, идите, девочка, вы будете матерью. Идите. Я сказала, как матерью? Я вообще не хотела быть. Она говорит, нет, нет, все. Я помню это свое состояние, ремкости. Вы мать, идите. И мне пришлось весь год доказывать, что я не мать. И это было ужасно, правда, потому что ребенок был брошен, потому что я кому-то доказывала, что я не мать. Ты актриса еще. Ну да, и больше таких ошибок я не совершала. Это было неправильно, непедагогично и совсем не по-женски, как-то жестоко. Вот, так что... И тебя она из института угоняла, насколько я знаю, да? Ну, она просто не разрешала... Вот, я вспомнила, ты это имеешь в виду. Людмила Ивановна Гасапкина, она не разрешала за студентом, как, в общем, наверное, все, сниматься в кино нельзя и рожать. Вот. Ну, как бы я делала, сделала и то, и другое, и, в общем, как-то осталась... Чем одновременно, почти. Нет. Я снималась все время, каждый год, у меня были картины, я летала туда-сюда, спала на лекциях, ну, просто я училась очень хорошо. Я была отличницей. Как насла для Людмилы Ивановны. Да, я получала повышенные стипендии всегда, вот, и ко мне нельзя было придраться, поэтому я и снималась. Но потом выводила фильм какой-нибудь, и она это видела, и ее это очень нервировало. Вот, не знаю почему, но нервировало. Да. Ну, был прекрасный педагог Левертон, который тебя защищал, твоим адвокатом, как он, Леонид Ивановна. В общем, суровая такая школа ГИТИСа была у Жени, и все достойно потом, как сказать, закончилось, и ты вышла победительной в этом споре. Незримом споре или зримом споре с Людмилой Ивановной Касапкиной. Мне доказалось, что это и мать, и актриса. Но это был... Здесь паузу делаем. Музыкалью. Прошло много лет, и ты сама готовилась быть педагогом. И я помню время, когда ты набирала курс вместе с Кириллом Серебренником в школе Сладим-Хан. Мы с тобой встречались, ты вдохновенно рассказывала, как ты сидишь на ступидных экзаменах, как ты смотришь студентов в будущем, как ты болеешь этой историей. И вы должны были вдвоем с Кириллом вместе в курс, да? То есть, наменитый курс, который выпустил Кирилл Один. Но что-то пошло не так, это не стало педагогом. Я забеременела. Все пошло так. Все пошло так, как надо. Все пошло так, как Иглана, типа, правильно? Как вы мать. Все пошло так, как бы, мы набрали курс, и в сентябре, и потом летом я снималась в кинофильме «У меня вся красавица», и поняла, что я, в общем, не одна. И получилось так, что мне надо было растить ребенка. И там ты уже более мудрая была мамой, да? То есть ты решила, что все-таки нужно полноценно ребенку посетить время. Прекрасно. Это была дочка Настя. Да. А Настя тоже. Разговор будет позже. Но ты же помнишь своих абитуриентов, да, которые стали студентами? Всех. Я с ними играю сейчас в гугл-центре. В гугл-центре, да. А с одной битуриенткой, потом студенткой, потом выпускницей, а теперь актрисой гугл-центра, ты снималась вместе в кино, играла ее маму. Это Светлана Мамбрешева. У нас есть возможность фрагмент из этого фильма посмотреть. Мам. Помнишь, я с тобой в городе ездил? Мам. Помнишь? Мам. От лица мы катались? Помнишь? Помнишь? Мам. Ты такая гугл-центка, белая скачивается? Толица. Ловенька. Девочки, моя мамочка. А сейчас я хочу пригласить на сцену актрису кукольцентра, которая играет и в художественном театре, и мечетов в спектакле «Зелкина квартира» Светлана Мамбрешева. Когда уже эта девочка пришла читать Розу, басню и стихотворение, по первым строчкам было понятно, что она будет учиться. Господи, спасибо. Светлана Мамбрешева Светлана Мамбрешева Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане, как опасен в океане. Светлана Мамбрешева Светлана Мамбрешева Светлана Мамбрешева Светлана Мамбрешева Светлана Мамбрешев А ты Светлана Мамбрешев 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 Спасибо 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И то, что вы собирались вместе вести курсы, это же тоже говорит о том, видимо, что вы очень внутренне близки и чувствуете друг друга. Насколько быстро ты почувствовала Кирилла? Это была данность. Пришел новый режиссер. Олег Палыч пригласил, что Табаков Кирилла и Серебренникова стали меща. Ты тогда познакомилась с Кириллом? Да, я тогда познакомилась. И как? Ты не восприняла этого режиссера? Я, наверное, да. Но просто Кирилл, если говорить, кто кого знает, меня знает Кирилл. Он знает вообще, как со мной выступать и как себя вести. Это единственный режиссер, с которым я не поссорилась ни разу за одну работу в театре. Не верил? Да. Так и было. Это, то есть, он единственный. Правда, он тоже все время говорит, что его надо к ним не в городах гениться, потому что ни разу у нас все нет. Потом он стал ставить оперы, и мужа была. Тут Добровольская как-то не очень. Да, драматически. Но сейчас Кирилл, как мы знаем, снимает фильм художественный. И в этом фильме снимается младшая Добровольская дочка Жени Настя. То есть продолжение следует? Ну, не знаю. Но она играет здесь в спектакле Кирилла. Человек-то похож на свою роль. Ну и там в кино идет тоже. Я просто говорила, почему я в кино у тебя не снимаю? Он говорит, нейтролеет для тебя. А вот для нас. Ну, видишь, как хорошо. Но это же как бы одна целостность. Да. И вообще тебе в театре везло, везет, и я очень надеюсь, будет вести дальше, потому что в твоей жизни было что-то в Занусе, да? Кинорежиссер, театральный режиссер, с которым мы познакомились красиво. Мы познакомились с Женеви на фестивале «Звезды завтрашнего дня». Куда ты поехала, как исполнительница главной роли в фильме «Первый этаж» и получила приз на этом фестивале «Звезда завтрашнего дня», молодая актриса в то время, Евгения Добровольская «Международная награда». Ванг Шиштоф зашел ко мне после просмотра фильма, и я такая стояла в своей афише, он, ну, как всегда, в чем-то драненьком. Он говорит, это ты там? Я говорю, это я там. Он говорит, прикрался, прикрался. Вот. А так мы с ним познакомились, и он сказал, я знаю в Москве, в Махате, знаю одного артиста. Я говорю, какого? Он говорит, Миша, я говорю, какое совпадение. Я тоже знаю этого артиста. Вот. И дальше Ванг Шиштоф, он позвонил в Московский художитель театр и предложил поставить, что он поставит ту пьесу. И получился замечательный спектакль «Игры женщин» с Екатериной Васильевной в главной роли. И Михаил Евремов и Илья играли также в этом спектакле. То есть спектакль был на троих. «Игры женщин» поставили Ванг Шиштоф. И это тоже школа, и очень такая серьёзная школа актёрская. Пан Шиштоф ведь говорит по-русски, да? Да, но он полегло, он говорит на моих языках. Вот он как объяснял, вот так же, как Олег Николаевич, что, ну это примерно как вот Франция и Албания. Вот на таком птичьем языке сильно по-другому объяснял. Я не знаю, что артисты как-то так работают, а Ванг Шиштоф привёз с собой европейский театр. Декорации стояли до начала репетиции вообще, до начала того, как он приехал, уже стояли декорации, уже всё было. Мы должны были знать текст, а мы привыкли… Похоже, да. Он говорит, у меня 10 дней, у меня 10 репетиций. И он за 10 репетиций поставил спектакль. Он говорит, я беру артистов, вы артисты гики, вы играете сами. Вот моя мизанстена, здесь музыка пошла, тут свет выключился, переоделись и поехали дальше. И в этом спектакле ты играла с великой актрисой Екатериной Сергеевной Васильевной, с которой мы же потом подружились, да? Да, мы с ним познакомились на сцене, с Екатериной Сергеевной не были знакомы. Вот чтобы правильный кастинг. Вот, и в общем, мы не расставались, мы не расстаёмся в эту долгую жизнь. Потом у тебя в твоей… Да, что я. Да, Екатерина Сергеевна мысленно с нами сегодня. Потом в твоей жизни появилась ещё одна женщина-режиссёр, швейцарский режиссёр Мари Луиз Бишонберже, которая поставила в художественном театре спектакль «Свидетель обведения». В богатых листьях. Спектакль идет до сих пор, причем он выпускался на малой сцене, на этой сцене, и потом он имел такой сумасшедший успех, что спектакль перенесли на основную сцену, в тех же декорациях, в том случае не доставили, по-моему. Я не знаю. Мне так страшно. Женя играет прокурора в этом спектакле. Я играю прокурора. Очень серьёзная женщина, застёгнутая на все пуговицы, в конфликте, по-моему, абсолютно со всеми персонажами. Нет, я в добрых отношениях. В добрых отношениях. В добрых отношениях. Ага. Это тебе так кажется. Мы со стороны, как мы с ними, в данном случае. Вот. И спектакль, который сегодня пользуется огромным успехом. Твои партнёры в этом спектакле – Сергей Ченешвили, Игорь Верник и актриса Рената Едвинова. Будет сейчас пригласить на сцену заслуженный артисток Коросли Ренату Уратовну Левинову. ОПОТОЛЖЕНИЕ 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 Можно сказать, я работаю в церкви. Это такая ревня чистая. Поздравляю такую большую актрису. Я буду ее брать. Я знаю, меня слышно или нет? Микрофон. Нет, микрофона больше не надо. Бой голос, черный. Мне сюда нужно, если бы хотел, потому что он совсем в публику. Хорошо, все. Это такая честь для меня поздравляет выдающуюся артистку Женю и выдающуюся женщину, страстную, страстную, всегда любящую, всегда любимую. Я не знаю, это вот какое-то удивительное качество, которым я хочу учиться. И вот я однажды видела отметины любви в нашем возрасте. Вы понимаете, что это только Женя может? Я сказала, кто у тебя такой на шее? Я говорю, страшно сказать. Не было. Причем мне и так было впродукновение. Это, наверное, прекрасная вещь, но в принципе в нашем мы так омолаживаем. Знаете, эта женщина, страсти, способная всколыхнуть любые холодные охладевающие мужские сердца. Я не машу, но вот тут тоже непробиваемость. Ядочка, смотри наше отношение и говори ей к примеру. Я почему говорю? Ну, конечно, если ты стоишь рядом со мной, я хочу не сразу к вам считаться. Я буду лыбить нашу героиню. Я считаю, что еще не все роли сыгранные, а начинается все только самое главное. Да. Потому что настоящие роли большие актрисы. Мы будем недавно жить в празднике 90 лет. Мне кажется, да. В празднике 90 лет. Я выяснила, ну сколько мне будет там вообще? Да. В празднике. Побуду я один и, честно сказать, мы опять дарим вам в платье. Ну, вы снимаете в вашем спектакле, если и не уведение, «Жень на каблуках» и в платье. Ой, ты знаешь, я сейчас заказала себе это ботинки. Я просто не могу, я такого поражаю. Это очень удобная работа. Да. Подемонстрируем радио и демилируем, Ренаточка. Я думаю, что это не может подъединиться. Потому что это неожиданно. Короче, ты понимаешь? Спасибо. Почему? Восхищает и радует. Потому что я когда-то снимала фильм про, про звезд наши. И я все время спрашивала мечту. И вы знаете, мне всегда сказали, что у них там не было денег, у них не было детей, они были одни-доки. Я говорю, какая мечта? Я говорю, роль, а роль. Так что надо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я, конечно, не могу. АПЛОДИСМЕНТЫ И, может быть, в твоих будущих проектах найдутся роли для Евгения Доброводства? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ТОРОДИСМЕНТЫ И для тех кто izquierд, а то, что там... АПЛОДИСМЕНТЫ На самом деле про роли. Вот я бы не сказала, что я мечтаю о ролях, да, вот это совсем не мое, то есть это уже куда-то ушло, куда-то в другое измерение, наверное, и жизнь так поменялась, что вот это вот уже, я люблю работать, да, но вот так, чтобы я мечтала, то, не знаю, я бы, наверное, что-то другое делала, я вот люблю заниматься с детьми, я, конечно, на них сержусь, еще что-то, но у меня сейчас появилась внучка, я бабушка стала. У меня нравится этот маленький комочек, это здорово, и как-то люблю дышать, люблю сидеть на даче, люблю заниматься, тягуцей, и потом вот молосолить, вот это вот, я люблю, я мечтаю, так, чтобы я отдохнула, вот, кстати, отдохнуть бы отдохнуть. Женщина, так увлекательно ты про эту сторону своей жизни рассказываешь, если иногда возвращать в наш сказочный лес, потому что мы хотим тебя видеть и на сцене, и на экране. И вот что касается экрана, что касается кинематографа, в твоей жизни был и есть режиссер, у которого тоже такая амплитудность роли, которую он тебе предлагал, абсолютно такая чуящая, завораживающая. Сначала ты снялась в его фильме про газопровод, где ты играла дочку Николая Карачилцева, да, Николая Петровича Карачилцева. Потом вместе с этим режиссером ушли в историю, и был фильм «Манзунт», где ты играла сестру Олега Меньшинского. Хороший шелстик у тебя на самом деле, были всегда. Это был фильм про Первую мировую войну, по роману Валентина Эльбекуля. И этот же режиссер сделал тебе, мне кажется, прензиозный подарок, когда пригласил тебя на главную роль в свою картину «Королева Марго». Мы говорим о кинорежиссере, которого зовут Александр Муратов. И это все Александр, что я хочу на нашей сцене. Я благодарен этому человеку в жизни, когда он утвердил на первую, ну там, довольно большой моноломкой, там кинопробы, кинопробы. И я его через много-много лет спросила, почему он меня утвердил тогда? Он говорит, потому что вдруг пришла девочка, которая прочитала не так, как все. И это было классно. Я хочу сказать, что очень ценю в тебе то, что ты не актриса. Дарование огромное, актерское. И оно дается сразу, наверное, человеку. В Жене это было всегда. Есть и сейчас. А все эти долгие годы она могуче нарабатывала профессию. И стала великим профессионалом. Я очень рад, что у тебя день рождения и перед Новым годом. Потому что Новый год дает перспективу. И может быть, к нашим 11 совместным работам добавятся еще какие-то. 11. На справочную очередь. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Александр. Будем ждать вашего тандема в дальнейшем. Сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели нескольких фрагментов из фильмов Александра Муратова с Женей Добровольской. И еще раз почувствуем, насколько она разная в этих картинах. Я так помню в земле. Я пришла в вещество. Ничего не так. Куда ты идешь? Я работаю в госпитале. И у меня один хрон заранее писалитарный поезд. Какого ты думаешь? Любовь с первого взгляда возможна. Скажи мне, как врач. А, как врач? Да. Это же химия. Как это химия? У нас с тобой химия. Что вы делаете? Что? Он просил. Ну, на какой черт вам сдался этот дворянчик? Я люблю его. Нет, я думал, что он вас любит. Вы не любите. Я люблю его. А вас я ненавижу. Вас я плеерам самодовольный, самоверенный. Что вы сделаете? Он только что спасал жизнь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня во время нашей встречи мы неоднократно говорили о Михаиле Ефремове. Пришел, мне кажется, момент... Нет, нет, Михаил, к сожалению, не пришел, потому что он играет сейчас и так, и в театре «Современник». Это единственное, я хотел сказать, ничего личного. Да, поэтому, к сожалению, Михаила сейчас нет, но все-таки поговорить об этом не бы хотелось, потому что это действительно огромная не просто страница, а это такие тома, видимо, в твоей жизни, связанные с Михаилом Ефремовым. Причем вы же, насколько я понимаю, учились параллельно. Ты в ГИТИСе, Миша учился в школе студии МХАТ. Да, но как-то не очень пересекались, просто не знала, что есть такой Михаил Ефремов? Нет. Не знала? Нет, я не знала, где он учился. Ага. Ну, только потом уже, когда там, на четвертом курсе, уже, когда всем надо поступать в театре, уже все знали друг друга, где, какие соперники, куда, кого приходить. Но он твоим соперникам больше, я так понимаю. Нет, а у них сразу было понятно, что они будут театр. Современник 2, да? Да. Ну, ты далека была от Ефремы, была далека от театра Современник 2, потому что ты попала к Татьяне Васильевне Дорониной. Да, она не попала, я поступила. Ну, вступила. Да. Играла Тиев Тиев и Митиль, кого ты играла? Митиль. Это девочки? Девочки. Девочки. Я играла в миру спектакль Станиславского «Синий птич». В 1992 году, да. Был этот шанс, был этот костюм, которые были тогда. Атентичные. И этот спектакль я смотрела в этом театре на основной сцене, когда была маленькая. И я помню, как мне приводилась сюда мама. И мы сидели далеко-далеко под балконом. И я помню этот спектакль. И потом, когда я пришла к Татьяне Васильевне, этот спектакль остался в театре Дорониной. И я собирала там улететь. А, кстати, Женька, я тебя никогда не спрашивала, а почему ты пришла в театр Дорониной? Ты в другие театры показывалась, тебя не брали или в чем дело? Или это была единственная твоя мечта работать с Дорониной? Нет. Дело в том, что Бамхат не брали никогда и не смотрели из других вузов. В КВХТ Олега Николаевича? Во все. Это был первый год раздела театра. Это был первый год раздела театра. В 86-й? Да, в 87-й год. В 87-й год. То есть никогда в Бамхат выпускники других училищ не могли попасть. Но когда они уже были состоявшимися училищами? Студенты даже не смотрели из других училищ. Только школы, студии, МКАД, потому что было столько. Правильно. А про Бамхат и еще в других нескольких театров в Москве есть. Да, у меня был театр Станиславского. Ну, как бы, выбирая между театром Станиславского и МКАДом, я пошла в Санкт-Петербург. А, в Санкт-Петербург. А, в Санкт-Петербург. А, в Санкт-Петербург. Ты пошла в Доронину? Да. Проработала там довольно долго. Год. Ну, да. Потом попала в Табакер. Олега Павлович. Или что? Попала. 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 Большое тяжелое работа. Как это было? Как ты пришла в театр под руководством Олега Павловича Табакова? Я встретилась в Улисси. Говорит Павлович, возьмите меня в Санкт-Петербург. В МАМХАТе. А, в МАМХАТе. То есть, все-таки, МАМХАТ манила тебя Чековский? Нет. Мы вам хотим Дородиной. Он единственный из артистов МАМХАТа остался играть себе спектакль с камеем. То есть, по началу было? Да. По началу. А я вот там работала. По началу. Дело в том, что Павлович Табаков был членом кафедры, когда я училась в ГТСУ. Он знает меня с детства. С 17 лет узнал. И говорит, Женек, конечно, приходи. Конечно, Женек приходи. На что Татьяна Васильевна сказала. Я говорю, я ухожу Татьяна Васильевна. Она говорит, куда? Я говорю, к Табаку. Он говорит, дедочка. Она говорит, дедочка, ну это же подвал. Ну, а чем тебе это все? Из дворца на русском пульваре подвал. Вот. Были расстроены все мои родственники, скажу я. Да, честно. Все были расстроены, что результат подвал. А Татьяна Васильевна тебе благоволела. Ты, честно, перспектива была. Правда сюда, в театре? Да. Нет. Она не видела меня ни в каких ролях. Кроме Метели. Я говорю, не знаю, кто я. Не знаю, кто я. Но все-таки было еще Валентина, Валентина, да? Да. Не Валентина, конечно. Я играла с сестрой Машей. Женю. Женю? Нет, не та Женя. А другая. Женя Акулова играла. В общем, какая-то сложная история, да? Но ты оказалась в театре, который играл с Валентина Павловича Табакова и тоже проработала в этом театре целый год. Да. А дальше? Тебя уволили или ты сама ушла из театра? Что случилось? Или тоже Табаков не вел перспективы артистки доброго после в театре? Нет, я не очень люблю. Всегда люблю, Валентина Павлович. Я ушла замуж, по-моему. И что? Это была причина для того, чтобы у тебя есть театр? Ну да. Муж захотел, чтобы я работал в театре. Вот тот самый муж, которого звали Михаил Ефремов. Вот, собственно, мы и пришли вот таким вот сложным концом. Да, Михаил Ефремов. В театре «Современник-2». Ты играла в этом театре. В первую очередь ты так, по-моему, тень была, да? Нет, это я хватилась в этот секретаре. Ты была принцессой? Да, да. Аннунцатор я была принцессой. Аннунцатор. А Миша ученый, да? Да. Нет, спектакль у них шел уже давно, они с ним объездили там... Здесь мир? Ну, не здесь мир, я бы не сказала. Но я имею в Советский Совет. Тогда были все небоездные. Это был редиозный спектакль с, по-моему, ящиками, баками, которые артисты брали сами. Это такой авангардный театр вообще. Вот смелый, абсолютно такой дерзкий, задиристый, да? Да. И они все кричали в зал. Я помню, меня потрясло, когда я пришла на спектакль, что они все разговаривали с зрителями. Я говорю, что так спрашивали? Не нравится? Не нравится, да? Я думаю, боже мой, это такая атака. У тебя от школы до Руниной? Да. И потом артисты так побегали с ними. И говорят, ты с последнего ряда встречаемся на служебном после спектакля. Это, в общем-то, меня тут потрясло. Я такого не дала. Такое высокоморальное витрение добровольствия? Нет, нет. Мне как раз понравилась эта энергетика, которая была, но это было опасно. Вообще-то театр жил там год, как пять лет, некоторые люди живут. У него все бурно происходило, все быстро. Он, может быть, поэтому так и просуществовал недолго, потому что там была бурно и грубнейшая жизнь. И потом, вместе с Мишей, вы как раз и попали в дождите. Да, да. Эту историю мы рассказали в начале. Ага, эту историю мы рассказали в начале, да. Итак, два таких вот, мягко говоря, неспокойных человека существовали столько лет, чтобы у нас не жили? Десять. Десять лет. Это большая сила в нас. Очень. Была очень такая нежная, гармоничная жизнь. Конечно. Все было прекрасно. Все было гармонично. Я понимала, что силы у нас практически равны. И что физические силы. Физические силы. А так это были моменты, когда я тут провел? Конечно. Моменты. Потому что я помню, что у меня летели табуретки, ящики. А пока мы репетировали, жилой службы репетировать. Хорошо. Уточнила, Женя, пока мы репетировали. Да, да. Мы дома никак не говорили о театре. Мы даже из театра домой и из дома в театр. Мы шли разными дорогами. Почему? Ну, потому что театр это было основное. А дома мы про театр вообще даже не говорили. У нас была своя другая жизнь. Не понимаю, а почему нужно было разными дорогами идти? Ведь можно было идти вместе, но не говорите о театре. Нет, нет. Или такой волной, красивой Женя. Да, так вот, слушай, так вот и получалось. Так вот, я просто помню, Анида Михайловская. Я помню, когда я прям, забери ребенка, отвези ребенка в садик. Там жилетом такой, и я не могу, мне сегодня чайка. Я говорю, мне вообще тоже чайка. Кому я это должна рассказывать? Вот. Где ребенок остался? В садике. Потом он нам рассказывал, что он бежал за нами за машиной, чтобы мы его не оставляли в садике, и мы не остановились. Там у вас мысли были, ты была в чайке, Миша был в чайке. Да, наверное. Суровая школа у вашего сыра Николая. У нас есть вот нарезка фильмов. Вы же много в кино снимались. Ну, может быть, не так много, но у вас… Мы и в театре сыграли очень много вместе, и в кино снимались. Это и Борис Гогеннолк, где у Миши был самозванцем, и ты Мариум Миши. Он Чацкий, ты Софья, ты Лиза. А Мадей мы играли очень долго, Монсарта и Констанцию тоже. Потом несколько постановок, которые Миша сделал. Урок мужья, урок Джона, потом по Ивану. А Хладыстину был. Спектакль, где ты школьницу играл. Я был в школьной форме. Вообще я играла в проститутку. Девочку позади, но в школьной форме. Был какой-то спектакль на малой сцене, да? Это тоже такой эксперимент в школьном театре. Да. И как, кстати, с этого спектакля началась вся эта вот новая драма, другая, ну, новая драма. Начался, фактически, Иван Хладыстин. Был же еще один спектакль, Иван Хладыстин. Нет, Иван Хладыстин раньше начался. Понимаешь, Ваня, он фильм «Нога». Все-таки это было раньше, и он уже был очень известный. Ну, это довольно смело было в то время пригласить Иван Хладыстин как драматург в театр. Ну, Гарик Супачев писал музыку, Женя Металл – сценограф. Это все очень смело. Очень хорошая компания, да. Давайте посмотрим несколько фрагментов. Я когда вот наготовили, я честно вам скажу, я получил огромное удовольствие. Я надеюсь, что у вас будут такие же эмоции. Почему так помню? Женщина на работе. А потом встреча. Кто знает о том, очень большая. Почему где его? А? В Казмиле заставил. Я взяла. Вот для Ильи Невероговича Михаила Крема. К сожалению, Михаил Крема сегодня не смог бы идти, как уже сказал, он сегодня в спектакле, играя в «Современники». Но Михаил Олегович прислал нам видео-поздравление, которое мы сейчас посмотрим. Вернее, прислал не нам, а Евгению. Я не смотрела. Посмотри, пожалуйста. Я могу. Вышите. Для желтой прессы тема скользкая. Я поздравляю Добровольскую. Любила ведь давно Евгения меня как мужа и как гения. Вернее, она тогда же, как мамаша, мне нарожала Николашу, который не в меня, а в мать, как мать, решил артистом стать. А я, для рода продолжения, стал дедом внучки бабы Жени, которая сейчас на сцене и у которой день рождения. Добра! Хм-хм-хм. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЗДРАВЛЕНИЕ Михаил Эфремов, а вот это вот поздравление Михаилу Олеговичу написал поэт Андрей Орлов Анлушев. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Женя. Ой, спасибо. Да. Да, да. Я боялась. Жень, в твоей жизни был один режиссер, который оказался в какой-то мере пророком. Мы посмотрели фрагмент из фильма «Артисты», где Миша с тобой, это Станислав Сергеевич Говорухин, который однажды сказал тебе «Телега на трех колесах не едет», намекая на то, что мало Евгения Добровольской троих детей, еще должна появиться или должен появиться еще один ребенок. Прошло не так много времени, и Евгения Владимировна родила дочку Настю. Трем богатырям прибавилась дочка. Это, наверное, совсем другие ощущения, да, женщина, когда ты родила дочку? Ну, я думаю, что все знают разницу между мужчинами и женщинами. Женщины гораздо нежнее, умнее, спокойнее. Просто замечательно. Ребята у тебя родились, ну, в более молодом, скажем так, в возрасте. Степа совсем юная была, Николаша чуть постарше. А когда ты появилась Настя, это уже как, ну, ты была чуть постарше уже. Ну, чуть более зрела в возрасте, скажем. Нет, я помню, Олег Павлович Блаков и когда к нему пришла, сказала, Олег Павлович, я тут вот можно слегка отлечусь. Рожу. Он говорит, сколько можно. И последний раз. Последний раз. Вот, честно говоря, ребят, Степа решил актером не буду. Николай Ефремов стал драматическим актером и театральным актером, и я помню его замечательную роль в спектакле, в фильме Дни Турбиных и Белая Квартия, да, где, кстати, тоже ты снималась, но как-то так в кадре не... Вернее, мы были, Иванов, в кадре, но как-то сын тебе спиной был в кадре. Да, мы были в кадре спорядочен к филе. Да. И по стопам мамы пошли и младшие. Нет, не пошли. Ну, подожди, ну как? Ну, Ян играет в театре. Нет, он не играет же в театре. Но играл в театре. Ну, он играл, потому что он был маленький и хотел быть рядом с мамой. Чтобы сидеть в гримерной, он сидел на сцене. Сидел на сцене. Играл. Настя, и чтобы быть рядом с мамой, играет на сцене, и чтобы просто получать удовольствие, видимо, актерской профессии, снимается в кино. 12 лет назад, в 2007 году, я снимался в Евгении Добровольской передачу «Кто там?». Это как раз было то время, когда Женя начала играть Аркадину, она попеременно играла Машу, Аркадину, и была вот в этом творчестве, видимо, поиски, какая роль, как сказать, ей ближе и так далее. Я предложил Жене, давай мы снимем такую вот репортажную историю, пусть в театр придут твои дети, и вот пусть придут твои дети, и я с ними поговорю, пообщаемся. Женя долго сопротивлялась, потому что она, девушка, нет, сначала сказать нет, а потом созреть, и в общем, через какое-то время Женя сказала придут. И пришли Степан и Николай. Вот давайте посмотрим фрагменты с передачи «Кто там?». Заходи на третий этаж. Что? Иди, малыш, да, приходи, да. Пример Клинии Докопольской напрочь опровергает устоявшейся стереотипу, что успешная карьера актрис и материнской заботы – две вещи несовместные. У Жени трое детей, трое сыновей, младший Ян еще совсем маленький, а старший, Степан и Николай, уже и друзья и опора. Сегодня они пришли в художественный театр, чтобы увидеть маму в роли Аркадина. «Кажется, пап, это видится, когда тайны и в детстве такой тайны не было. Работы, мамы и все. Мама, на работе, мама дома». «Кажется, когда я даже не знаю, тоже в любом Калтане, я все время живу с этим собранным детством. Даже когда дома насырся с этим всем детством и пошел в кабинет учиться. «Я не могу задержать». «Это приятно слышать, конечно». «Что сценарий я ставил в спектакле?» «Ну, я учился в киношколе. Я не был уже все, но я все-таки ходил и придумал, но все. И там сама актера была. Но, ну, как бы все, пока получился, никто не жаловался». «Мама результ твою?» «Мама каждый день их видит. Это вечером. Я хоть довольно тут. Она сразу же…» «Алафинкий?» «Так. Это было 12 лет назад. А сейчас я хочу пригласить на сцену актера…» «Меня». Я не актер. «Ты не актер». «Алафинский?» «Ну, а всегда». «Тюа Team», тут сидите, серьезные такие. «Я просто на правах». Единственного оставшегося в живых педагога Жени, ГИТИСи. Это семейный альбом МХАТа. Поскольку я предала ГИТИС, где я учила немножечко Женю, я должна сказать, что ей было 16 лет, она стояла, выдвинув вперед лоб, и ее голубые глаза сверлили не только меня, а вообще всех педагогов, которые преподавали. И было понятно, что с этой девочкой вообще разобраться не так просто. Но то, что она талантливая, это было абсолютно сразу и бешеное обаяние, и невероятная красота. И вот, вот, пожалуйста. Спасибо. Как танцевала? Как танцевала? Потрясающе. Потому что у нее потрясающие данные к этому делу. И у нее потрясающие... Да вообще все. Спасибо большое. Спасибо. А сейчас я хочу по-прежнему пригласить на эту сцену Николая Михайловича Дупремова. Мамочка, я очень тебя люблю, я написал тебе стихотворение года два назад, накачал бы его тебе представить. Если бы ты доверяла, ох, если бы только мама. Может, я не был бы трус, до сих пор высоты боюсь. До сих пор закрываю глаза, видя в слезах тебя. Не могу пережить и дня, не услышав твои слова. Как ты там, мой сынок, жив еще дурачок? Давай, смотри, не дури, сам на себя посмотри. Я настолько тебе благодарен, и не только за то, что ты мать. Для меня ты как терминатор, прибывший землю спасла. Спасибо большое. Спасибо. 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 Ну вот, мы видели на экране, на фотографии, тогда еще не было намека на Настю в то время, да? Вот, мы видели на экране на фотографии Яна Добровольского, младшего сына Жени. Я очень хочу, Ян, если ты не против, тоже подойти на эту сцену. У меня, кстати, есть пару вопросов. Ну что, скажи, пожалуйста, Яна Добровольского, мама говорит, что ты был на сцене только потому, что нужно было тебя чем-то занять. Это правда или это лукавство? Или вирус актерский тебе тоже уже есть, скажи? Нет, к сожалению. Но вот я не мог оторваться от мамы в детстве. Я просто до ней ходила, и все время, каждый день, плакал, когда она уходила на работу. Плакал, держал ее за ноги, умолял не уходить, но она уходила. Но потом она начала брать меня с собой в театр. Я уже вот здесь, бегал с ней. Видимо, я ее достал, и она решила меня отдать в спектакль. Так. Хорошо. Какая перспектива? Ты шел в детстве? Ты еще не обучил школу, да? Заканчиваю, заканчиваю. Грустно говорить, да. И дальше что? Дальше? ЕГЭ. Это понятно. Потом армия. Армия? Да. Я жучу, я пойду в школу студента. Неожиданно. И артистом я буду продюсером. Это отличная перспектива и для мамы, и для Николая, и для брата. Браво. Ян Доброгорский, ну что, желаете успеха, как бы вам было в ДНК и успеха благополучного на противских путевах. И Насте огромный привет. Как, кстати, еще одна актриса, Настя. У тебя такой буржетелемый спектакль сделать, Ян. Спасибо тебе большое. Я буду выходить. Хорошо. Да, спасибо. Ян Доброгорский. У тебя, Жень, счастливая судьба, конечно. Конечно, и личное, и творческое, потому что у тебя все в профессии было, так сказать, вот на взлете, как в самой первой роли, да, в картине «Клетка для гонореев», так и дальше все шло подрастающей, и мне кажется, не было ни сбоев, ни падений, или какая-то червоточина все-таки вот сидела к тебе. Кстати, ведь, я не знаю, знают все и нет, что в фильме «Королева Марго» Гения Добровольцева дублирует «Другая актриса», так же, как и в другом моем любимом фильме «Клетка для гонореев». Не было обидно, Женя? Нет. В «Королеве Марго» мы все говорили не своими голосами, не Миша говорили, не свои голосы. Это был режиссерский такой ход? Нет, это был продюсерский. Ну, это про это неинтересно говорить, продюсеры, когда можно продюсерское кино, как бы не у всех людей есть, то есть, может быть, у них есть деньги, но не у всех есть мозги, поэтому просто дальше уже сложно. А может, если сейчас вот голос такой, как сказать, ты вот мне как-то рассказывала, что ты очень любила актрису, такую, Людмилу Древневу, Древневу, да, и сейчас сама, по-моему, в школе, в студии современной пьесы работает, вот, и раньше вся Примасовета работала. Вот у нее голос хлеба отцой, ты их даже… У меня не было такого голоса, я ее любила, да, но такого не было, я хотела, не важно. Нет, дело все в другом, абсолютно совсем, это, как бы, другие человеческие дела, потому что она… Ну ладно, извини, что я, так сказать, да, затрону эту струну. Но вот смотри, твои героини… Да, твои героини в кино – это всегда девушки, женщины с трудной с любовью, которые страдают, которые переживают, которые грустят, у которых что-то получается в жизни, что-то не получается. То есть, как-то Каренкевич Шахназаров пробовал тебя на роль благополучной героини. Не получилось. Нет. Не получилось. И еще я в одном фильме по Александру Муратуру не могла сказать «объявляю федеральный розыск». Вся группа хохотала, грустная. И я поняла, что ролик-пенсионер мне тоже не подходит. А в твои риски тоже не подходит, да? Нет. Но главное тоже понимать, что не мое, чтобы дальше двигаться в том направлении… У меня федеральный розыск – это сложно. Ага. Был в твоей жизни фильм, о котором мы тоже уже говорили, «Умница-красавица». Ты тоже девушка с трудной судьбой. Где твоим партнером был Валерий Николаев, актер, в котором мы в художественном театре работали вместе. Но помню, здесь не пересекались в театре. Они в кино были вместе. И вас соединил режиссер Александр Муратов. И в этом фильме звучит замечательная песня в исполнении грандиозной, талантливой нашей с тобой любимой певицы, актрисы, женщины Вероники Долиной. Давайте этот партнер сейчас мы посмотрим. Музыка-красавица. Так уж лучше бы зеркало треснуло, то на стенах мутаной пыли. Из мягко захуделого паре снова В номер интересной любви. Поспеши, поспеши. Легко крыла я Ватилан был уже зажженный. Легко крыла я Бабочка милая. Без любви, без судьбы, без вины. Не любил он и помер гостиничный, Проверил это не здешняя дорожь. Не любил он на площади ночной, Отступился заломанный грох. Погоди, погоди, беспреданница, Ты любила всего одного. Тот, кто знает любовь, Беспредательство, Тот не знает почти ничего. Человек с человеком не сходится, Хоть в одной колыбели лежат. Не любил он и сердце колотится, Не любил он и губы дрожат. На пути в Москву и из нижнего На дороге или на Кострому. Легковерная, нежная, конижная, Не достанешься ты никому. Я с удовольствием хочу пригласить на сцену Веронику Долину. АПЛОДИСМЕНТЫ Дед Мороз, Сироника. Можно я так об этом поговорить? Конечно. Да? Да, да, да. Давай. Да, у вас же долгая история. У меня очень долгая история с Вероникой. Первый раз я ее узнала, услышала, когда посмотрела фильм свой «Первая клетка для канави», где Вероника Долина тоже исполняла песню. И замечательно было просто. Женечка. Дорогие друзья, тут все в каком-то смысле не нарушено, но ясно делаю нарушено. Моя жизнь давно. Под маршрутом Жениного пролета над московской территорией прохода так получилось. Давы на моих молодых лет, а Жениных вообще чрезвычайно юношеских. Ребята пытаются меня вспочигарить. Ты что-нибудь расскажи, как ты помнишь, как она девочка появилась в клетках винаре. Значит, вот так я ничего не помню. Ну, ничего. В самом начале 80-х ко мне ознакомиться. Пусть очень-то неформальная какая-то линия. Пришел паршек, у хороя мы зазнакомились. Стали дружить. Все очень просто. В начале 80-х ясное дело, он говорит, я снимаю фильм. Я хочу туда кучу твоих песен. Там девочка с мамой. Я говорю, бери что хочешь. Он говорит, нет, ладно, никакая куча не пройдет. Давай одну, при том совершенно специальную. Я говорю, давай, я все сделаю, как могу. И, конечно, сделала, как могла. И в наиглавнейшей роли оказалась, как быстро выяснилось, довольно маленькая. Я и сама была еще, мне горзовая туча. Вот. Довольно маленькая Женя. Ну все. Дальше, да, кое-какой параллелизм есть, кое-какое альтер-эго, какое-то отражение и событий жизни. Так вышло. Так вышло, да. Когда она оказалась уже, ну, в существенно, в тюрьме у дома, да. В качестве королева Марго, все, мне уже нечему было удивляться. Умница, красавица. Ну, чему же удивляться? Уже мне было понятно, что Женя и я, это вот так. Между прочим, сегодня дома я то это там, чего-то там. Я говорю, Саша, давай с тобой маленькую открытку просто Жене напишем. Говорю, пометайся немножко. Ну, как обычно, говорит, я ничего не вижу. Я говорю, иди сюда, подойди ко мне, посмотри, что я нашла. Я нашла. Нет, не что-нибудь. А музыка королевского двора, середина Средневековья. Да, это просто маленькая открытка. Пусть, а да, нет, не только. Там есть еще спецпредмет, это дома все. Да, это дома. Там есть спецпредмет, там есть загадочная... Что ты стоишь? Я стоя хочу слушать. Да, прось. Ну вот. Короче, там есть с женщиной в полете эдакая медаль. Это непременная часть, мне кажется, и московской жизни, и московской женской жизни. Ну, поди тут это в пробках, постой, плети что-то. К медали. Пусть это, не затеявая фенечка, с тобою остается долго, женичка. Хотя, конечно, выпила нам премечка, в которой увяли все цветы. Но женщина, над городом летящая, под нос себе мелодию свистящая, вот это уж Москва-то настоящее, и это знаем только я и ты. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Значит, вы тут эту непременно тему детей больше одного. Вы слушаете, немножко смеетесь, немножко аплодируете. Ну, вообще, это бывает. Это бывает под простым девизом «как захотим, так и сделаем». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И то, что эти братья схожи, Дороже, постград. Когда мы жили без садеж, Не ядно раз жалобых детей, а все. Ты, кого убила всех видов, И гости в 76-й год. Я не знаю, что мы сантиментальны, но именно эти строки когда-то в детстве запали мне душу глубоко, глубоко. И когда в моей жизни случались перемены, любовь и все остальное, и когда моя мама все время говорила, не выходи с животом за калитку, я говорю, что мама, за маму дегтем, и я все время в душе держала вот эти строки. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Жень, да, ну вот Вероника Попавловна. Я не сантиментальна, я очень люблю Вероника. Спасибо, Вероника. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ты, Женя, вот всегда была, как мне кажется, ты остаешься максималисткой по жизни. И это твое вот качество, и тут ничего с этим поделать невозможно и не нужно, главное. Потому что ты такая, какая есть. И люди, мне кажется, с годами там становятся дипломатичными, менее бескомпромиссными, что называется. Но ты в этом смысле абсолютно вот держишь свою линию. Я тоже стала пилерантой. Пилерантой стала, да? Да. Это правда, к сожалению, но... А почему к сожалению? Ну, так может. Ну, к сожалению, потому что меня это немножечко бесит. И ты человек, который живет, как чувствует, и ходит так, как чувствует, и туда, куда хочет, ходит. И ты работала в одном театре, не задержалась, в другом театре не задержалась. А во Мхате ты служишь уже 28 лет, почти 30 лет. Браво. И ты можешь сказать, вот что это за магнит для тебя, для тебя Московский художественный театр? Вот что здесь такое, что позволяет тебе здесь не просто быть, а полноценно, ярко, творчески себя ощущать? Владик, я не знаю, я не критик, я не смогу, наверное, описать те чувства, которые надо было бы. Но я могу сказать, что этот театр был моим домом, когда был Олег Николаевич Ефремов. Этот театр продолжил быть моим домом, когда был Олег Павлович Табахов. И из того дома, где тебя любят, да? Тебя любят. Меня здесь любили. Меня любил Олег Николаевич, меня любил Олег Павлович. Пять лет назад он меня поздравлял с югилеем и подарил мне 50 грамм золота, такой маленький слиточек. Вот. Это был здоровый такой дом. И как бы люди не уходят из того дома, где их любят. Ну, это муха. Жень, к сожалению, сегодня не смог присутствовать на нашей вечере Сергей Васильевич Ефремович. Он звонил мне. Звонил, да? Но он не только тебе звонил, он еще написал вот слова, которые мне очень хочется сейчас зачитать. Да? Ну, что я сама. Дорогая Женя. Я не знаю. Вот. Ну, я хочу тебе обратиться в сторону. Дорогая Женя, Евгения Владимировна пробережет на будущее по-настоящему салютных дат. А пока с полным правом и нежностью. Женя. И не переведят нас ни десятилетия творческой деятельности, ни бесконечная фильмография, ни взрослые дети, ни крошечная Алла Николаевна Женя. Родной наш человек, прирожденная актриса, нежелающая притворяться, бесстрашная и непредсказуемая, всегда юная женщина стихии. Впечатление таково, что рельеф волна над входом на малую сцену, где мы празднуем день вашего рождения, скульптор Анна Голубкина, сотворила предчувствие вас. Бушующая бездна таланта, свобода полета, отчаянная смелость преодоления – все это вы, ваше житейское море. Прекрасно и очень верно, что вы решили провести этот день в родном театре вместе с теми, кто искренне любит вас, дав возможность высказать и обнять, собрав друзей и подарить зрителям праздник, встречу. То, что она будет памятна нам, бесспорно. Позже и вам забудьте. АПЛОДИСМЕНТЫ Героический лик, глаз бездомный, простой. Всем детишкам пример, но не Ленин, и, конечно, не Гитлер, и не Рифенштам. ГОЛУСКИ ДОБРОВОЙСКОЙ ЖЕНЬ ДОБРОВОЙСКОЙ ЖЕНЬ Ты старнее, чем сталь, и дальнее, чем даль, Мироскаль и Евгений, добровольская женя. Чья античная грудь, чья березонь кистать, Словно яблоко кто плодоносит без лени, Для отчизны детей не устанет рожать. Добровольская женя, добровольская женя, Ты России отец, и ее же ты мать. Добровольская женя, демографии Евгений. Остановит коня и накормит сирот, И в горячую избу войдет без сомнения, Нет горячей избы, так она подосчет. Добровольская женя, добровольская женя, Если нечем поджечь, значит просто взогрет. Ты крутей супермена, добровольская женя, Знает всяк человек, знает рыбка и вошь, Знает старик-то лилей про устройство вселенной, Этот нехрупкий мир на себе ты несешь. Добровольская женя, добровольская женя, Для меня, для него ты на свете живешь. Ты кумир поколений, добровольская женя, Кирка и накормит сирот, И в горячую избу войдет без сомнения, Спасибо за просмотр! Спасибо!